Всем привет, с вами Валерос. Многие слышали о себе мнение в негативной форме со стороны общества и задавались вопросом, а стоит ли его слушать? Стоит ли его воспринимать? Я вам скажу, что нет. Потому что многие люди пытаются тем самым сделать свою самооценку выше. Само утвердились. Но в плане самооценки они понимают, что морально они слабые и начинают говорить про других людей в плане поднимать себе самооценку. Он такой, он богатый, да фу, блядь, насосал, наверное. Вот так поднимать себе самооценку. Или самоутверждаться, то есть лезет на людей, которые нифига ничего не делают. В плане они добрые и никого не трогают. И они начинают докапываться. Примеров куча. Ну и самый из них распространенный. Гопник докопался до ботаника или еще что-нибудь. Ну все знают, что вот, к примеру, вот этот ботаник, он добрый человек, он ничего не сделает. Но гопнику надо докопаться. Я рад тому, что многие уже не воспринимают гопников, что сейчас меньше стало вот такой гопоты и меньше стали, ну, докапываться до людей. Потому что раньше в школе, да и не только в школе, там, я ходил в общественные места разные, и там часто была такая ерунда. А я не знаю, в людям ёкнутые, нахуй так делают. Вот. Мнение, кого можно слушать, так это свое. Да, свое мнение. Но также во внимание не забывать мнение родителей. Оно точно важно, потому что они вас родили, они дали вам жизнь. Также мнение тех людей, которые всегда с вами рядом. Знаете, кто это? Да, друзья называются. Потому что в последнее время что-то настоящих друзей, многих нет. Но все же они есть у кого-то. У кого-то они есть. Мне есть. И этому рад. Вот. Ну, кстати, если у вас нет друзей, нужно задумываться об этом. Либо вы просто не можете найти, кто вам близок по общению. Либо вы просто неинтересный человек и снизу... Бля, нужны самооценки. Бля. Я вот записываю это видео, гора. Я знаю, что люди скажут, блядь, угар. Я скажу, да. Я согласен. Согласен. Потому что... Я... Бывают такие случаи, когда я что-то хочу сделать всерьез. А у меня не получается. Это выходит смешно. И, блядь, я что, об этом думал? Я хожу такой, блядь. Мне сказали, что... Я смешно. И сказали, что плохое видео. Я изначально делал контент, который развлекает людей. Я понял, что если люди смеются, значит, я умею порассмешить. Вот. В плане... Я, конечно, слышал такой... Я вообще не воспринял всерьез, в плане... Там бывают знакомые говорили, блядь, такое угарное видео, так как орал, ты что, враг, что ли? Эти слова неуместны. Знаете, почему? Потому что я же делал фигню, которую... Чтоб все поржали. И не всерьез. В плане, что... Мех, да. Ну, добрые эмоции, позитивные эмоции. Как делают многие блогеры с Сильмарком. И им же никогда не пишут, блядь, ты что, ну, бою, какую хуйню делать? Просто понимаете. Вот вам так же. У вас тоже... К вам претензии? Вы такие... Сыдание. Мне твое мнение не важно. Потому что оно не пригодится в жизни. Вот, к примеру... К примеру... Не знаю, кого... Кого изобразить? Я общество знания сдаю, не знаю, кого. К примеру, в каком представленном городе он детям учился хорошо. Но он не пошел на юриста, потому что ему сказали, он слабак морально и ничего не может сделать. Поэтому он пошел работать в Могдонии. Блядь. Вот так. Все из-за какого-то мнения, блядь, которое вообще не важно. Ну вот, видео подходит к концу. Всем спасибо. Не, не к концу. К концу. Всем спасибо, что посмотрели его. Ставьте лайки. дизлайки, если хотите, блядь, если вам не понравилось, комментики, делайте репосты. С вами был Квали Рус. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok